Детали в эфире Кубань 24 в студии Евгения Великая. Здравствуйте! 26 сентября любители музыки отмечают день граммофона. Это устройство десятилетиями радовало меломанов своим удивительным звучанием. Первые пластинки с маршами и оперными ариями были односторонними и проигрывали всего двухминутную запись. Сегодня граммофоны, в общем-то, как и во все времена, являются предметом роскоши. Обсудим все и расскажем все в деталях. У нас сегодня в гостях Алексей Виткалов, коллекционер, руководитель арт-центра и верный друг собака Хорси. Здравствуйте! Добрый день! Ну, я не знаю, вы себя относите к меломанам? Можно вас поздравить с праздником? Конечно! Я хранитель даже, хранитель истории музыки. То, что вы принесли нам сегодня в студию, давайте, конечно, будем рассказывать. Хочется, конечно, начать с именинника, да, граммофона. Расскажите, пожалуйста, в чем уникальность? Это уникальный граммофон фирмы PATE 1910 года выпуска. Именно эта фирма, благодаря этой фирме появилось слово VATIFON, которое, по сути, только в русском языке есть. Они придумали компактный граммофон, в котором трубу спрятали в деревянный ящик. Усилителем звука является железная труба и продолжением усилители деревянный ящик. А эта переходная модель, она была очень дорогая из-за того, что здесь труба выполнена из наплавленных друг на друга щелаковых вот этих пластинок. Играет он довольно громко, но труба очень хрупкая и буквально даже из-за того, что неудачно закрыли крышку, она может треснуть и сохранилось их очень мало. Поэтому он очень редкий. Какого года выпуска этот? 1910 года. Фирма PATE. Ему больше 100 лет. И он сохранился буквально как из магазина? Все родное, все детали настоящие. Только корпус отреставрирован и заново окрашена внутренняя часть. Она была поцарапана. От времени были среды бытования. Если не секрет, где вы нашли столь уникальную антикварную вещь? Только не говорите где-нибудь на блошином рынке. Самая жирная прослойка по хранению антиквариата это население. У населения еще антиквариата хватит на долгие-долгие годы. Особенно старый центр. Немногие даже знают, что у них в сарае в углу стоит. Эти сараи не разбирали 100 лет. И вот один из таких сараев, когда разбирали, в углу оказался накрытый тряпками, досками в печальном состоянии. Граммофон. Но его никто с тех пор, как его туда поставили, не открывал. Механизм не лазил. Механизм был целый. А сверху удалось сделать реставрацию и восстановить тот самый корпус, который был. А он в рабочем состоянии? Мы можем послушать? Конечно. Все предметы, которые мы реставрируем, чем отличается реставрация? Антикварный от музейный. Музейный нужно оставить так, как было, чтобы следующие поколения смогли воспроизвести или отклеить. А антикварный это сделать так, как есть. А антикварный это сделать так, как было, чтобы можно было предметом пользоваться. Ну, а работа это продемонстрируем с каким звуком. Я помню. Музейный. Просто уникальное звучание, да? Вот сегодня такой музыки не услышишь. Почему? Можно услышать, если приобрести. Если есть у тебя граммофон. Граммофон. Ну, все-таки это невероятное изобретение. До него музыку можно было только записывать нотами. Умели это совершенно немногие. Или насвистывать, или напевать. При условии, если есть слух. Но все равно ты не мог передать звук оркестра или голос Шаляпина. Вот, например, как пластинка. Одна из первых пластинок Шаляпина. Она уникальная. Каждая пластинка имеет свой номер. На каждой пластинке наклеена акцизная марка авторских прав. Поэтому, я думаю, мы не рискнем ставить в эфир. Потому как носители прав, они остались и могут потребовать компенсации. А самое интересное с обратной стороны. Давайте я покажу, что было понятно. Сторона фирмы Граммофон, именно фирма Граммофон, Эмилия Берлинера, мы день рождения празднуем Граммофона сегодня, выпускала эти пластинки. И там написано, что все авторские права на эту пластинку и на это воспроизведение принадлежат фирме Граммофона. Кроме того, обратите внимание на полиграфию, которой 100 с лишним лет. Это все больше 100 лет, и вот так сохранилась каждая бумага. Да, а вот наклеечка как будто современная выглядит. Да, как будто только напечатали. Вот, кстати, если говорить об эволюции пластинок, первая была, по-моему, пластинка цинковая, правильно? Пластинки изготавливали из целувоида, из цинка. Там целая история. Благодаря женщинам появились пластинки из щелака. Именно Берлинер, изобретатель Граммофона, он Граммофон уже изобрел, он запатентовал этот принцип звукозаписи по кругу на диске. Но была задача найти материал дешевый для того, чтобы можно было эти пластинки тиражировать. Ведь проблема была фонографа с восковыми валиками, их невозможно тиражировать. Записал один раз для себя, и все. А Берлинер задался идеей распространять музыку в огромных количествах. И случайно он зашел в индийский магазин одежды с супругой. Пока ее ждал, пока она там примеряла какие-то наряды, обратил внимание на причудливую форму пуговиц. Тогда пластика никакого не было, из которого можно было бы отливать. А это как раз и был вот этот материал щелак, из которого впоследствии появились пластинки. И получила развитие фармакологическая, химическая промышленность, поскольку... и пищевая промышленность. Поскольку вот этот материал, он является пищевой добавкой Е904, которая позволяет сохранять продукты. В начале 20 века пластинки изготавливали из шоколада. Шоколад покрывали щелаком, наносили звуковую дорожку. И эту пластинку можно было прослушать и съесть. Замечательный подарок. В Советском Союзе пошли дальше. Вот, кстати, да, хотелось... Я перед эфиром у вас спросила, говорю, что это за открытки, фотографии старого Краснодара. А оказывается, это тоже пластинки. Если вы перевернете, то увидите всю информацию. Это гостиница «Кавказ», конец 60-х годов. Там была студия звукозаписи. Ты приезжаешь в гостиницу, получаешь фотографию этого отеля известного. И можешь послать другу привет. Это как раз рилсы, сторисы тех лет. В таком формате они производились с приветом из солнечного Краснодара. Пользовались спросом? Я думаю, что да, это была новинка. Но этот этап, он был очень недолгий. Его быстро вытеснили, я думаю, как звуковые письма. Это кассеты, которые были более компактные. И запись было сделать легче. Тут было дороже. Это требовался специальный механизм, который нарезает дорожку. Аналогичными пластинками были известные пластинки на костях. Рентгеновские снимки были бесплатные. То есть остатки чьих-то переломов. Так и говорили, да? И на них наносили запрещенку Высоцкого, Буйнеем, Чингисхан. Такую музыку, которую не выпускали на фирме «Мелодия». Самой известной советской фирмы, которая пыталась даже экспериментировать и выпускала цветные пластинки. Да, вот такие цветные. Да, вот какая-то из цветных, редкая пластинка цветная чебурашки. Это эксперименты были с вот этой вот массой. Поскольку щелак стоил очень дорого, особенно после революции, были санкции наложены на советскую Россию. И щелак не завозили. И меняли пластинки с так называемой цыганщиной. Ленин очень не любил вот эту ресторанную музыку. И за пять пластинок цыганщины можно было получить пластинку с речами вождя революции Ленина или Троцкого. И люди с удовольствием сдавали пластинки. И таким образом пополнялись запасы щелака. А винил уже появился после войны, когда развилась химическая промышленность. Виниловые пластинки, они легче, они мягче, не так бьются. Если щелачную пластинку уронить, она разобьется, как стекло. То есть нужно быть с ними аккуратным. Очень аккуратным. И понимать, что это антиквариат в первую очередь. Вот, а если вы посмотрите, вот открытка новогодняя, это такой диск-набор диджея начала 70-х годов. А, вот так. То есть ставишь пластиночку, которая тебе нравится, заказываешь музыку и ее воспроизводят. Я еду к морю. Ну, вот были хиты разные. То есть можно было получить еще и на море вот такую открытку, Курорт Торг. У них тоже были студии звукозаписи свои. Это известная «Скалопарус» в Джанхоте. Приезжаешь на отдых и шлешь привет с солнечного берега, коньячок под шашлычок. Все хорошо здесь. Если вернуться к граммофону, правда, что во все времена этот аппарат являлся очень дорогим. В 19 веке он стоил по цене трех коров. Где-то на каких-то источниках нашла такую информацию, что даже дороже. Больше даже, чем трех коров. Корова, если не ошибаюсь, там 5-10 рублей стоила. Ну, то есть это предмет роскоши, да? А граммофон стоил от 50 рублей нормальный. Вот в ролике я выпустил это сопоставление сумм. Мне сказали, невозможно так. Были граммофоны, там можно было их собрать в каких-то артелях. Да, безусловно, это была сборная солянка. В России не было граммофонных фирм, все выпускались по лицензии. От 50 рублей. Можете посчитать. Червонец сегодня стоит в среднем 50-60 тысяч. 250 тысяч рублей на сегодняшний день. Вот примерно так. В продаже этот 150. Но это всегда считался предметом роскоши, да? Роскоши. То есть не каждый мог иметь такое. Нет, это очень дорого было. Причем граммофоны были разных размеров. Были же и кабинетные, и тумбовые, огромные, с усилительными трубами. Там не одна труба, а три стояли, которые в разные стороны играли. Вот если поставить два таких граммофона рядом, в трактирах как раз ставили. Трактирщики были очень рады изобретению граммофона. Не нужно приглашать никакие ансабли. Не нужно напаивать певичек шампанским. Достаточно поставить двух людей, которые заводят ручки. Один закончился, второй включили. И так до бесконечности. Только успевать менять пластинки. И благодаря этому к концу 19 века пластинки начали расходиться миллионными тиражами. И до сих пор их слушают уже больше 130 лет. Да, слушают действительно до сих пор. И в любом случае нужен человек, который будет запускать эти пластинки. И этот человек нужен также до сих пор. Поэтому с нами на связи сейчас диджей Астап. Человек, который знает все о винилих, знает все о пластинках, умеет на них играть. И его вообще называют маугли виниловых джунглей. Здравствуйте, Сергей. Как это? Добрый вечер. Сергей, ну я думаю, что вы как ценитель хорошей музыки, хороших инструментов, проигрывателей, также отмечаете праздник, День граммофона. Поэтому спешу вас поздравить с этим праздником. Скажите, пожалуйста, когда вы начали играть на виниловых пластинках? Вообще сколько их у вас в коллекции? Есть у вас такая коллекция? Слушайте, ну на граммофоне я, конечно, уже не играл. Это было в году, в 96-97 в Краснодаре. Я впервые увидел, как диджей играет на пластинках и прозрел. И мне захотелось стать диджеем и оставаться им как можно дольше. Это были техниксы, модель я помню, как сейчас 12-10. Это культовая диджейская модель, на которой играют по сей день, пожалуй, все ведущие диджеи мира. Ну, я имею в виду виниловые. Скажите, ну вообще, насколько сложен, может быть, виниловый, как правильно сказать, диджеинг? Слушайте, ну по большому счету, человека можно научить при наличии данных чувства ритма и других каких-то основных музыкальных данных, ну где-нибудь за месяца 3-4 технологии. А самому диджеину, конечно, можно учиться всю жизнь. Хотя, с другой стороны, знаете, с моей точки зрения, виниловый звук и виниловая технология уже безвозвратно уступила цифре, поэтому я уже, наверное, лет, ну лет 20 оттаскал на себе пластмассу. Представляете, вот в сумке порядка 80 пластинок, каждая из них весит грамм 200, ну вот 16 килограмм на горбу я оттаскал. А теперь у меня в моем маленьком калькуляторе помещается, не знаю, гораздо больше информации. Скажите, Сергей, есть у вас любимые пластинки? Знаете, когда-то, когда я покупал их, это был в сравнении к какому-то фетишизму. Я бегал, дорожил, сдавал каждую пластинку. Музыка остается музыкой, вне зависимости, на каком носителе. Поэтому, конечно, есть ряд любимых музыкантов. Но вне зависимости от того, на каком носителе, повторюсь, она находится, есть те или иные любимые исполнители. Но вот все-таки, если говорить о музыке, о ее развитии, на каком этапе сейчас находится, так скажем, эволюция винилового диджеинга? Вообще есть у нее будущее? Ну, это просто эстетика, вы понимаете. Повторюсь, цифра безвозвратно победила, поэтому, ну, с точки зрения интерактива, можно работать кольцами, можно работать с сэмплами, можно уже практически создавать на лету свою музыку. В то время как диджеинг, это визуально красиво, интересно, но когда начинаешь погружаться, так сказать, в технологию процесса, понимаешь, что это просто традиция, которая имеет место быть, и это надо уважать. Ну что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Я напомню, что с нами на видеосвязи был Сергей Астащенко, диджей. Хочу вернуться к разговору, Алексей, и хочу приобщить к нашему разговору Хорси, потому что я думаю, что она тоже здесь не случайна. На самом деле, есть очень знаменитая картинка, да, и это своего рода бренд, когда собака сидит... Кирмограммофон, да, не граммофон. Слушай, это граммофон. Фонограф. Это фонограф, да? Да, это фонограф. Но на самом деле, из истории, если взять, то почти 100 лет, 120 лет назад, в январе 900-го года, на рынке, вот как раз появилась новая торговая марка, не будем ее называть, и вот главным героем товарного знака стал пес по имени Ниппер, который внимательно слушает. Слушай, да, граммофон... Не граммофон, фонограф. Фонограф, слушай, и вот все эти годы под лейбом вышли миллионными тиражами сотни тысяч музыкальных записей. Как вы считаете, вот в чем, скажем так, особенность этого бренда, почему он так разошелся, почему этот пес стал таким знаменитым, в чем такая уникальность этой картинки? Глядя на эту собачку, сразу появляются такие милые, приятные эмоции. Она милая, действительно. Я понимаю, это по корсе, когда смотрят на нее люди, несмотря на то, что это довольно большая злобная псина, но она вызывает только и милоту. Я думаю, как раз этот маркетинговый ход был связан с этим. Кроме того, следует вспомнить, что такое фонограф. Ведь это был не только маркетинговый ход по продаже пластинок, но и по рекламе фонографов. Их долгие годы, почти до 50-х годов, использовали в качестве диктофонов. Так как там можно было записывать самому на пластинку невозможно, а на фонограф возможно. Благодаря этому, думаю, и развился этот лейбл. Но все-таки милота, собачка, это всегда здорово. Все-таки эволюция у данного Прата тоже была. И он каждый раз модернизировался, как-то видоизменялся. Вот уже в более современное время, что добавляли, изменяли, упрощали, может быть, для того, чтобы граммофон стал более доступным? В 30-е годы уже появились в Европе электрические и компактные микрограммофоны небольшого размера, который помещался буквально в сумочке небольшой. Их возили на дачу, в Советском Союзе повтор делали, они назывались окопные или агитационные. Но после войны уже в Европе и во всем мире перешли на электрические и не производили ни граммофоны, ни патефоны. А у нас продолжали производить патефоны, но вследствие экономики. Экономики, смотрите, только названием. Это все граммофоны. Патефон – это русский сленг, так же, как все внедорожники называют джипами, там все копировальные аппараты называют ксероксами. Это же все-таки по названию фирмы. Так и здесь. В Россию, когда стали поступать чемоданчики, проигрывать или вот эти, сверху было написано «патэ». Естественно, они все быстро довольно-таки стали патефонами. Что интересно еще в развитии именно граммофонной записи, ведь это было толчком к развитию электронной промышленности. Тот же принцип записи остался на лазерном диске. До дисков были дискеты, где тоже был круг похожий на вот эту открытку. До них еще больше диски были, по-моему, 3,5 или 5,5 дюймов. И все это было на этом принципе, который придумал Берлинар еще в 50-е годы 19 века. Ничего нового пока не изобрели по принципам записи. Сегодня сложно найти какие-то детали, заменить их, если в плане реставрации, когда находишься? Детали найти невозможно. Только искать донора, такой же примерно граммофон, и оттуда забирать детали. Либо другой вариант что-то вытачивать. Но поскольку у нас уже мастерские токарные сложно найти, то в основном был ebay, на котором заказывались эти детали. Сейчас иногда на других каких-то площадках приходится искать эти запчасти. А иголки до сих пор их продают. Производилось невероятно огромное количество в Советском Союзе. И до сих пор можно приобрести иглы Калюбатинского завода граммофонных игл, так назывался он. Другой вариант, также иглы можно заказывать на китайских площадках. Спасибо им, они производят именно иглы для граммофона, ничем не уступают. Также иглы можно делать из зубочисток, они более бережны для пластинок и звук более мягкий. Пластинки тоже уже такие не выпускают, поэтому хотелось бы их поберечь. Вот бережем их с деревянными иглами. Да, и по поводу пластинок, граммпластинки сложно же было во все времена достать? Или в какой-то период уже это стало такое массовое производство, что в принципе... Массовое производство началось в конце 60-х годов. До этого пластинки были дефицитом, а в начале 20-го века в России еще не производили. Первые фирмы звукозаписи в России появились там 905-й, 908-й год, 910-й примерно. А до этого всем певичкам, певцам приходилось записываться в Париже, Берлине, где как раз были патентованы фирмы звукозаписи. Сколько стоили вот... Пластинка? Да, пластинка сколько стоила. Пластинка где-то стоила от 3 рублей. Если на наши деньги перевести, ну это где-то 15 тысяч. Одна пластина на сегодняшний день, да. Ну, граммофон дорогой, пластинка дорогая, конечно. Фотография стоила примерно столько же. Один раз сфотографироваться. Хорси любит слушать музыку? Да, у нее через день музыкальный час, я ей включаю граммофон. Это правда? Да, у нее музыкальный час, она слушает разные произведения с большим удовольствием. Уже привыкла, сначала не понимала, что это за звуки. Собакам нравятся, кстати, высокочастотные звуки. А поскольку Хорси у нас еще воспитывается по принципам животного магнетизма Мессмера, да, мы передаем свой интеллект, то она еще и слушает музыку с удовольствием. У вас есть какие-то любимые пластинки в ваших коллекциях, которые очень ценные, или самые ценные сегодня в студии, или нет? Еще есть, которые трогать нельзя? Пластинок очень много. Иногда гостям включаю замечательную пластинку, мне очень нравится песня, что же вы голову повесили, соколики, Надежды Плевицкой. У меня есть оригинальная пластинка 906 года, выпущенная в Берлине, друзьям тоже уже нравится. А вот, кстати, сложно пластинки найти сегодня, вот оригинальные именно те... Сейчас очень много пластинок в продаже, сейчас для антиквариата время покупок, когда время покупать его, придет время его продавать. Сейчас время покупок. Хорошо, а сколько стоит сегодня пластинка? Пластинка стоит где-то от 100 рублей, старая граммофонная, если в хорошем состоянии. Если в пошарпанном и только для, условно говоря, интерьера, можно за 10, 20, 30, 50 рублей купить граммофонную, не винил. Винил стоит значительно дешевле, его сдают пачками, сейчас никому он не интересен. Кроме того, виниловые пластинки, они очень быстро приходят в негодность. Чуть-чуть поцарапал, она уже скрипит. Щелак, он намного тверже, он как стекло, они не так портятся от времени. Если вернуться к изготовлению первых граммофонов, правда, что они делались вручную? Что вообще это была такая прям... До последнего граммофона собирались вручную. Все это ручная работа, все нужно подогнать, завернуть шурупчики. Да, это ручная работа. В Советском Союзе этим занимались всевозможные артели, либо предприятия победители социалистического труда. То есть производством патефонов награждали предприятия. Это были товары повышенного спроса. И предприятие победило, ему в честь премии дают производство, произвести тысячу граммофонов и продать их, соответственно, получить деньги за это. Также и пластинками награждались производством пластинок. Награждалась комсомольская организация, они выпускали свои пластинки, которая больше всего набрала членов или какие-то достижения совершила. Найти таких мастеров, которые будут создавать такие... Я реставрирую граммофоны, обращайтесь. Обращайтесь. Восстанавливаем вот до такого состояния изумительного. Ну что ж, я предлагаю, мы можем еще буквально... Конечно. Потому что такой приятный звук, хочется под эти прекрасные звучания завершить наш сегодняшний эфир. Еще раз сказать, что сегодня день граммофона. Вот так завершаем. Оставайтесь на Кубань 24. С нами всегда интересно, мелодично. А самое главное, мы рассказываем о самом важном. Будьте сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!